О возможном досрочном выходе Гули широко не афишировалось. Узкий круг знал, что вопрос решен, но никто не был уверен в точной дате. Случившийся факт, как и ожидалось, произвел эффект разорвавшейся бомбы. В Азербайджане проводят параллели между гуявленное снисхождение властей Гули уже сравнивают с помилованием Ходорковского. Если в 2016 году главным событием года было убийство Ровшина, то в этом, обещает быть освобождение Гули. Неудивительно, что эти события взаимосвязаны. Среди воров высшего эшелона, освободившихся в нулевых после длительного заключения, на которых еще смотрели с надеждой, только Шакры и Япончик. Однако, заново покорить воровской мир ни одному из них так и не удалось. У Япончика, которому, если верить экстрасенсам, в американской тюрьме стерли память, при все еще имевшейся бешеной популярности, вообще не было капитала. У Шакры было и то и другое, но не хватило везения. Сегодня у Гули есть все, включая, то самое главное, чего не было ни у Япончика, ни у Шакры молодого, молодости. Про таких, как Гули, когда узнают, сколько ему лет и сколько он отсидел, говорят, во время сел. При тюремном опыте, как у классических наэпманских воров, Гули – вор совершенно нового типа. За ним не какая-то бригада вымогателей, а транснациональная корпорация, охватывающая все, что имеет отношение к Азербайджану, включая Турцию. Например, из того, что принадлежало Ровшану, несмотря на притязание Шакры или Джангвиладзе, почти все полностью отошло к Гуле. Это никто не стал оспаривать, кроме двоюродного брата Ровшана, Заура Ахмедова, который, единственный, кто все еще находится с Гули в состоянии войны. По стечению обстоятельств, в день освобождения Гули в Питере были задержаны предполагаемые киллеры Ильшина Мамедова, главнокомандующего Гули, убитого в Тбилиси 11 сентября. Одним из задержанных оказался родной брат Заура, Эмин. Судя по тому, что в бой брошены ближайшие родственники, вокруг Заура остается все меньше людей, на кого он может рассчитывать. Сегодня все действующие азербайджанские воры на стороне Гули, но так было не всегда. В числе окрестных отцов Гули, и это малоизвестный факт, не было азербайджанских воров. Гули был коронован, в 2000 году руставскими ворами, Раулин Кири и Шираль Аслановым, Джираном, соответственно, грузинам и езидам по национальности. Азербайджанцы, натравливаемые Хасаном, наоборот, все заодно вскоре попытались остановить Гули. Потом все как один за это поплатились. Вообще, родная для Гули азербайджанская воровская среда, и в том есть немалая его вина, наиболее конфликтная. Ни один из высокопоставленных азербайджанских законников не дожил до преклонных лет и не умер своей смертью. Из топовых азербайджанцев только Вагиф в свое время воздержался от критики в адрес Гули, что до сих пор служит залогом их добрых отношений. Наиболее вероятным очагом напряженности в ближайшее время станет Абхазия. Там у Гули не оконченный разговор с Пызой и компанией. В готовности идти за своими людьми до конца Пызота, едва ли, то, перед чем Гули может остановиться. Поскольку Гули – новый игрок, любое усиление его роли не пройдет безболезненно для интересов клана Шакра, поэтому принципиальное выяснение отношений предстоит с главным офисом. Примечательно, что с Шакрой у Гули нет никакой истории взаимоотношений. Не было еще ни столкновений, ни общения вообще. Вернувшись в Россию, Шакрой сделал ставку на Ровшина, но только потому что Ровшин, в отличие от Гули, был на свободе. Когда Гули сидел, им еще ни о чем было говорить. Теперь, когда сидит Шакра, уже ни о чем. Хотя, если не с самим Шакра, Гули не избежать разговора с членами его клана. Прежде всего, с теми, кто от его лица по-прежнему контролирует ситуацию в России. Власть никто не отдаст добровольно. Сильнее всех за нее будет держаться Каха Парпале. По возрасту и резервам жизненной силы из ближнего окружения Шакра поспорить с Гули может только он. В предстоящей игре одним из козырей Гуля может стать конфликт Парпале с Кордавой Мзарило, которых связывает личная неприязнь и взаимные претензии. Еще одним оппонентом Менгрелов является другой любимчик Шакра, Нодара Саян. В итоге Шакра выбрал сторону Кахи и Нодара. После этого Гелос с тестем исчезли из вида и начали поднимать голову только после ареста Шакра, с опорой на нового союзника в лице Звядадзе. Теперь главной интригой является то, как поведет себя с ними Гули. Уже ясно, что Гули будет создавать свой собственный клан. Его преимущество в том, что, в отличие от других, он не сформирован по национальному или территориальному признакам, как например, Кутаиский или Сухумский. Сегодня, не считая брата Намика, в ближний турецкий круг Гули входят Пухлый, Кушнер, Ника, Гача, Маце, Мерап Пипи. Это люди, которые составляют костяк клана Гули. Не исключено, что возобновятся приемы в семью, которые с 2015 года были под запретом Шакра. Маловероятно, что Гули, увидев ком-то достойного кандидата и пользу для Воровского, будет ждать освобождения Шакры или его разрешения. Гули уже не составила труда в одиночку, без участия Шакра, оживить Рошаду и Рому Ставропольского, которые ранее не получали подтверждения титула. Сегодня их считают ворами только потому, что так считает Гули. Скорее всего, следующим свой вопрос окончательно закроет Шарап. При таких активах, главной и единственной амбицией братьев Салифовых может стать только захват всего. Продолжение следует...